В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Проблемы рабочего поселка в сортировке. Обо всех ли ветеранах Великой Отечественной войны мы помним. Кто в Караганде не будет сдавать ЕНТ? В поселке Сортировка после потопа продолжаются восстановительные работы. Оказывается, помощь со стороны местных властей. Но не все люди довольны. Жительница дома 53 по улице Молдавской не согласна с решением комиссии. Сахия Жакупова живет в этом доме с 1983 года. Дом перенес три потопа. Первый был в 1998 году. Хлынула вода и затопила всю территорию. Второй потоп был в 2004 году. Прорвало ТЭЦ. После двух подтоплений местные власти сделали частичный ремонт. Но третий потоп из-за прорыва дамбы снёс весь дом. Практически ничего не осталось от былого уютного жилья. Только стены и крыша. Местные власти неоднократно приезжали. Городской Акимат обещал возместить ущерб. И сдержали своё слово. После оценки специальной комиссии вышло постановление снести дом и построить новый. Но, по словам Сахии Жакуповой, данная территория находится на болоте. Вот это всё. Они взяли один анализ. На следующий день приехали. Я при всём этом присутствовала. Приходила. Теперь я звоню узнать, какой результат этих анализов. Никто ничего не отвечает. Время идёт. Мне жить здесь. Они хотят снести. Дом пошёл под снос. Я вначале тоже была. Но теперь, когда я увидела, что здесь рядом подо мной болото, я, конечно же, буду стараться и буду требовать. Я очень хочу, чтобы они мне выделили квартиру. Местные власти признают, что дом находится намного ниже, чем другие дома. Но квартиру дать не смогут, так как всё делается по решению комиссии. Этот дом по обследованию Казмира, Казахстанский многопрофильный институт реконструкции и развития, обследовал эти дома. И этот дом по решению Казмира подлежит сносу. И по разработке смертной документации будет строиться новый дом. Теперь женщина с двумя детьми ночует у родственников. Куда идти, кому обращаться, уже не знает. Пострадавшая настроена дойти до президента, так как по решению комиссии новый дом будет находиться на болоте, а четвёртый потоп она уже, боится, не перенесёт. Жазераб Драимова, Олжас Гопазов, Бахтяр Роспанов, Первый Карагандинский. Областной акимат и хозяйство по охране лесов и животного мира выполняют усиленную работу по озеленению шахтёрской столицы. В целях развития зелёной зоны города Караганды и выполнения отраслевой программы «Жасыл Дому» осуществляется посадка деревьев на общей площади 240 гектаров. Посадка проводится на участках сельского округа Тихоновка, посёлка Сортировка и на Тимиртаусской трассе. На сегодняшний день в работе задействованы 8 единиц техники и привлечены к работе 30 человек. На данных площадях будут высажены 600 тысяч саженцев. Лиственные породы, клён, вяз хорошо подходят нашему климату и приживаются с лёгкостью, говорят специалисты. Нами осуществляется посадка на площади 240 гектаров лиственных пород на землях Гослисфонда. На данной площади будет высажено 600 тысяч сейенцев двухлетних, которые выращены на нашем базовом питомнике. На этом участке задействовано 8 единиц техники, из них 6 посадочных машин, одна борона дисковая и одна борона зубовая. Зелёные насаждения в городе высаживаются каждый год. К примеру, в 2012 году было засажено 130 гектаров, из них 60 гектаров лиственными породами, а 70 гектаров – хвойными, а в 2013 году – 230 гектаров. Цифры показывают увеличение посадочных работ в городе. Согласно стратегического плана развития области, запланирована посадка в 2015 году на участке Караганда аэропорт – 300 гектаров, и в 2017 году на участке Фёдоровка – 750 гектаров. По словам специалистов, с каждым годом расширяется площадь для посадки зелёных насаждений. На сегодняшний день на 200 гектарах земли уже посажены деревья. Работы продолжаются. Земли у нас тёмно-каштановые, они хорошо прошли у нас почвенный анализ. После посадки мы производим механизированный уход – это техника и культивация почвы. Будем от сорняков очищать. После полной посадки будут проводиться поливочные работы, а также участки будут охраняться специальными службами. Впереди лето, и хочется, чтобы любимый город был во всей красе. Гульнур Жакенко, Эрад Рашитов, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Новая марка «Галвин» представляет эконом-серия профиль «Галдек» 53-й серии, эконом-система трёхкамерных профилей монтажной шириной 53 мм, представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль «Галвин» 60-й серии. Это система четырёхкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка – серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль «Галвин» выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, морёный дуб, тёмно-коричневый, орех и серый. Но и это ещё не всё. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галдек» не содержат свинца. И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надёжный, прочный. 9 мая – день победы в войне над фашистской Германией является одним из важных, трогательных и славных праздников. В этот день ни один из ветеранов не остаётся забытым. В медико-социальном учреждении для престарелых и инвалидов города Караганды организовали семинар-лекцию на тему питания и долголетия. Представители областного центра здорового образа жизни проинформировали собравшихся, как всё-таки правильно питаться в пожилом возрасте и на какие продукты питания делать упор. Рассказали об основных правилах безопасности пищевых продуктов. Ведь, как известно, здоровье человека зависит от правильного питания. Все пожелания, которые были сказаны, я от всей души ещё раз пожелаю. Но самое главное пожелание – это пожелание здоровья. Здоровья, как бы, и больше ничего не надо. Для того, чтобы прожить дольше, что же нужно делать для этого? Прежде всего, это питание. Вы согласитесь со мной? Как мы питаемся, так мы и живём. Потому что 80% нашего здоровья зависит от питания. А остальные уже проценты – от наследственности, от здравоохранения, меньшую часть. И большую всего часть – от питания, от образа жизни, от того образа жизни, который мы ведём. В ходе встречи медицинские работники рассказали ветеранам о полезных для здоровья препаратах, фильтрах для воды. Отметили важность и полезность витаминового комплекса кетровых масел. Но и продемонстрировали активность массажных приборов. Это точечный массаж, это иглоукалывание, и это электрофорез. Всё вместе, три в одном. Каждая по отдельности эта процедура очень хороша. А когда вы используете все три вместе, очень хорошо снимает боль. Очень хорошо видно, особенно хорошо видно, наверное, на ушибах. Потому что если, не дай бог, ушибся и положил аппликатор сразу, первые 15 минут, у вас не будет ни отёка, ни гематомы и ни синяка. Представители областного центра здорового образа жизни также посетили ветеранов войны и тружеников тыла на дому. Выразили глубокие пожелания в честь праздника. Ну а уважаемые ветераны поблагодарили гостей за оказанное внимание. Благодарим нашего президента за его мудрую политику, за мир, за дружбу, за укрепление обороноспособности. Остаться здоровым и активным в пожилом возрасте может каждый. Только для этого нужно правильно питаться и соблюдать здоровый образ жизни. Великая Победа – это праздник не одного дня. О нём узнают всё новые и новые поколения. День Победы освещает жизнь каждому, кто рождён после Великой Отечественной войны. Он генетически заложен в сознании наших народов. Сегодня любое достоверное воспоминание ветеранов – навес золота. Посещение ветеранов в эти дни становится настоящим ритуалом. Сотрудники финансовой полиции области пришли в гости к ветерану Великой Отечественной войны Камалей Дюсимбекову. Подарки, цветы – это обязательная атрибутика. Но главное – общение с человеком, который прошёл всю войну от начала до конца и вышел победителем. Сегодня таких, как Камалей Дюсимбеков, осталось мало. Время безжалостное, да и раны дают о себе знать. В то время, когда страна позвала, было мобилизовано около 50 тысяч карагандинцев. Сегодня их осталось около 500. До начала Великой Отечественной войны человечество насчитывалось на планете 1 миллиард 700, в общем, около 2 миллиардов. Сегодня человечество 6,5, около 7 миллиардов. Если бы не было победы, наверное, на планете осталось бы представители арейской нации, наверное, 100-150-200 миллионов. Камалей Дюсимбеков воевал в мытищах под Москвой, выходил из окружения, участвовал в Сталинградской битве, остался жив, чему удивляется до сих пор. Семья от мала до велика с трепетом относится к наградам дедушки Камали. Он много чего может рассказать, но обычно рассказывает не о себе, а о своих боевых товарищах. Общение с таким человеком стоит многого. Этими людьми мы гордимся. Как вы знаете, порядка полтора миллиона участвовало казахстанцев в Великой Отечественной войне. Из них порядка 50 тысяч именно карагандинцев. И на сегодня, если ссылаясь на статистику, их осталось всего лишь 400 с чем-то человек. Поэтому все люди каждый год в День Победы чествуют этих людей. Благодаря им мы сегодня живы. Поэтому дай Бог им здоровья. Память избирательна. Со временем она отсекает все второстепенное, оставляя самое ценное из истории. Но общаясь с ветеранами, можно понять и оценить все напряжение жизни в горькие, но героические дни Великой Войны и Великой Победы. Сегодня мы, современники, становимся носителями знаний о том времени. Сергей Высокосов, Айдын Жакан, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. Отзвучали торжества в честь 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Но знаем ли мы и помним ли обо всех событиях той эпохи, которые произошли на нашей карагандинской земле? На закрытом Михайловском кладбище покоится прах воинов Великой Отечественной войны. Амина Смакова продолжит. Немногие карагандинцы знают об этом мемориале. Накануне Дня Победы в интернете появилась фотография памятника и краткая информация о нем. Ведь это тоже своего рода святое место, которое нельзя забывать и нужно чтить. Карагандинка Марина Лавагина с самого детства приходит к этому мемориалу на 9 мая. У нас в семье всегда память, вот этот День Победы, это самый главный праздник в году. Важнее, чем любой другой. И поэтому моя бабушка всегда говорит, что ее отец обязательно, каждый 9 мая, он приходил сюда, как святой долг свой исполнить. И поэтому для меня было удивлением, что некоторые люди даже не знают, что вообще есть такое место. Я в интернете решила выложить об этом историю, что да, есть такое место. И может быть, если кто-то хочет, кто-то считает это своим долгом, мог бы сюда подойти. Информации об этом памятнике в интернете мало. Его установили на этом кладбище в 1945 году. Здесь покоится прах участников войны, умерших от ран в госпиталях Караганды. В конце 90-х памятник разорили вандалы, снесли ограду, украли бронзовую звезду. Мемориал был в полуразрушенном состоянии. В 2002 году в Акимат города обратился Союз ветеранов. По их просьбе городские власти выделили средства для реконструкции мемориала. Общественный деятель Татьяна Гук вместе со студентами медицинского университета и работниками Михайловского кладбища привели в памятник солдатам надлежащее состояние. Хотелось бы, чтобы молодежь наша тоже знала, что такое есть. Потому что как только мы забудем, нужно стучиться. Поэтому мама должна сказать дочке, дочка своим малышам, надо приходить. Помнить о войнах, защищавших нас, нужно. Эти 17 солдат тоже участвовали в Великой Отечественной войне. И забывать о них нельзя. Амина Смакова, Олжас Габасов, Вахтер Распанов, Первый Карагандинский. В Карагандинском экономическом университете проходят соревнования студенческих отрядов содействия полиции. Помощники органов внутренних дел состязаются в спорте и знании законов Республики Казахстан. К слову, только за прошлый год с помощью студенческих отрядов содействия полиции было раскрыто более 10 преступлений и выявлено более 150 административных правонарушений. В области организовано 8 студенческих отрядов содействия полиции. На соревнования прибыли 5 из них. Остальные из-за карантина не смогли выехать в Караганду. Сегодня принцип нулевой терпимости невозможно соблюсти без тесного сотрудничества органов внутренних дел с общественностью. Общественные формирования, которые оказывают содействие органов внутренних дел в борьбе с преступностью и охране общественного порядка. Существует много видов. Такие как отряды САХШИ, советы общественности, общественные помощники полиции. И в данной ситуации это у студенческие отряды, которые в настоящее время мы проводим конкурс этих студенческих отрядов. Сегодня члены студенческих отрядов содействия полиции более тесно знакомятся друг с другом. Соревнования позволяют узнать, кто есть кто. Мини-футбол, подтягивания, канат, эстафета – это первый день соревнований. На второй день их ждет интеллектуальная викторина. За звание лучший студенческий отряд боролись отчаянно. Оказывается, в перетягивании каната важна не только сила, но и тактика. Команда КарГТУ выиграла первый рывок. Казалось, победа рядом. Но студенты КЭУ настойчиво и дружно перетянули противника за линию и выиграли. Но я, наверное, не открою большой тайны, если скажу, что в таких соревнованиях победителей и побежденных просто не бывает. Здесь главное, чтобы студенты осознали всю значимость отрядов содействия полиции, ну, немножко потянулись физически и расширили свой кругозор в области юридических знаний. К членам студенческих отрядов содействие полиции относится с доверием. Ведь сокурсникам легче найти общий язык, а это помогает наводить порядок на территории вузов, общежитий. И участковым инспекторам легче контролировать свои участки вместе со студенческими отрядами. Есть взаимопонимание, которое приходит со временем. Благодаря членам студенческих отрядов совместно с Органом внутренних дел было раскрыто в прошлом году только свыше 10 преступлений и выявлено свыше 150 правонарушений административных. Соревнования студенческих отрядов содействия полиции позволяют делиться опытом работы. Повышается ответственность у членов отрядов за свою общественную деятельность. Да и полицейские не только воспитывают помощников в деле общественной безопасности, но и формируют кадровое ядро органов внутренних дел. Сергей Высокосов, Айдын Джакан, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. Три ученицы школы для одаренных детей Дарын ЕНТ сдавать не будут. Десятиклассницы стали победительницами в международных конкурсах в области математики. В качестве поощрения девочки могут не сдавать единое национальное тестирование. Подробности у нашего корреспондента Амины Смаковой. Жейсана Шаулиева вернулась 5 мая из Москвы. Школьница заняла третье место в международном конкурсе математика и проектирование. Чтобы участвовать в нем, девочка готовила свой проект «Геометрические миниатюры» три года. Жейсана перед большой публикой доказала, что геометрические фигуры и формулы помогают более точно делать вычисления в различных сферах деятельности. Это очень упрощенный смысл проекта «Десятиклассницы». С позиции геометрической науки он позволяет легко решать задачи с техникой. Другие девочки Динаргуль, Мухамеджанова и Агири Мирзагул в конце апреля выиграли международный конкурс «Евромат-2014» на Кипре. Школьницы представили проект «Цепные дроби и их использование». На этом конкурсе из 250 участников из разных стран Динаргуль и Агирим получили гран-при. Десятиклассницы доказали, что цепные дроби присутствуют в таких областях, как астрология, физика и даже музыка. Чтобы доказать присутствие цепных дробей в музыке, девочки использовали дамбру. Взяли с собой дамбру, это как национальный музыкальный инструмент, и мы показали, почему первая и пятая октава издает одинаковые звуки. И мы расследовали вот эту проблему, решили эту задачу с помощью всех цепных дробей. Учителя девочек верили, что на этих конкурсах они победят, ведь математика для них – это нечто большее, чем просто предмет. И они все интересуются таким предметом, как математика и физика. Поэтому учителя мы в основном направляем. Направляем, заинтересуем какой-то темой, а дальше дети работают сами, потому что дети творческие, они на месте. Им недостаточно школьного материала, программы. Они идут дальше, им все это интересно. И занимаясь практическими заданиями, они выходят на такие проекты. Сейчас девочки учатся в 10-м классе. В следующем году они могут не переживать по поводу единого национального тестирования. Благодаря такому сложному предмету, как математика, ЕНТ им теперь не опасно. Амина Смакова, Олжас Габасов, Вахтем Распанов, 1-й Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. Всего доброго. Аман Саоболгстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова